Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале! Сегодня у нас будет очередной новый влог, с минуты на минуту должна прийти Айсель, а я кучу своих дел вообще не сделала, надо собрать постель. Какая-то помада у меня дурацкая не идёт, это новая помада. То есть не то, что новая вообще, я её недавно купила, просто я беру, например, одну помаду, пользуюсь ею до конца, откладываю в пустые баночки, а потом беру другую помаду, потому что у меня было помад, наверное, 50, и получается, каждый из них, например, я пользуюсь один раз в месяц, эти помады остаются бесконечными, они не заканчиваются, и это фигово. Но этот цвет конкретно мне что-то не нравится, он мне не идёт, я похожа на дурочку. Вообще порядок, это мой конёк, как вы видите. А это я, привет всем! Девчонки, я просто вчера, прям до ночи, чуть ли не до трёх, делала себе ногти. Но это мне в кайф, я болтала по телефону, то есть у меня наушники, и я 4 часа болтала со своим парнем и делала себе ногти. Каждый раз, когда я делаю себе ногти, он радуется. Ура, мы поболтаем! У тебя есть время! Кровать выглядит вот так, вот здесь валяется косметика. Возможно бы другая, разумная девушка не показала бы такой бардак, а сразу бы сделала идеальный порядок и показала. Но я, если честно, такой человек, я какая есть, такая есть. Ну вот крашусь я на постели, я это вам показываю. Открываем окошко, и свежий воздух, да здравствует! Ребята, мне почему-то последние несколько дней настолько хочется в деревню. У меня такого раньше никогда не было, потому что раньше меня отправляли в деревню, так скажем, насильно, каждое лето с бабушкой в деревню, потому что бабушке было не с кем оставаться, и вот отправляли человека, который по-любому согласится на весь движ. Вот, а сейчас я реально так скучаю, мне хочется полежать на травке, мне хочется затопить печку, посидеть там около печки, посмотреть телевизор, как-то хочется отойти от этой суеты, и ты от того, что постоянно нужно что-то делать, тебя вызывают на работу. Я даже в телефоне удалила Outlook, это программа, связанная с работой, то есть мейлы, почта, все приходит туда, просто из-за того, чтобы не напрягаться. Иногда бывает, например, я говорю себе, что вот после шести я не буду ни хрена ничего делать, не буду работать, и получается приходит какой-то мейл, и я начинаю работать. И чтобы этого не происходило, я просто удалила Outlook, и больше никогда загружать его не буду. В общем, нужно доубраться вот здесь, и уже скоро придет Айсель. Я так соскучилась, честно, по ней. Она очень хороший человек, очень добрая, милая, этичная, очень этичный человек. Куда вы деваете старые чехлы? Вот я не знаю, куда это все. Вроде и выбросить жалко, и отдать нету, но просто вот так вот лежит и занимает место. Вот так вот мы все это разложили. Здесь у нас даже осталось местечко. Здесь тоже можно что-то... А, вот. Я нашла что. Оп, готово. Или, может, ты сразу появишься в кадре потом? Как куда смотреть? Вот сюда, да? Вот. А на себя? Да. Вот кто у меня в гостях, красавица Айсель. Наконец-то она... Так соскучилась! Один раз меня кинула. Да. Но это не получилось. То есть, да, занятие ребенок вовсю учится. Да, да, да. Это класс. Сейчас мы будем наряжаться и снимать для вас тиктоки. Тиктоки! Так что ждите, обязательно подписывайтесь. Ссылочку на Айсель Тикток я вам тоже внизу оставлю. Так что как-то так. Будем сейчас наряжаться, прихорашиваться, а затем забабахаем мукбанк. Да, да. Мы тут вовсю красимся. Айсель Бубсик тоже красится. Как тебе моя коллекция хайлайтеров? Очень много и очень классные. Я поняла, что мне не нужно столько реально. Зачем покупать столько хайлайтеров? Я реально, мне кажется, Айсель, если даже всю жизнь буду мать с этими хайлайтерами, все равно они никогда не закончатся. Еще помады есть какой-то шанс закончить, а вот хайлайтеров точно нет. Хайлайтеров вообще нет. Так что забирай. Все, я забираю все, и лайки потом не будем. Все, останется вот это вот. А, смотри-ка. Короче, у нас вот такие вот бургеры. Они горячие. Я очень люблю эту доставку. Взяли мы 4 штуки, потому что они большие. Вот. Кстати, забыла сказать маме, чтобы она картошку фри приготовила. Сейчас скажу. Сейчас пока мы будем все это раскладывать, настраивать, мамочка приготовит картошку фри ее производства. Посмотри, как пахнет, Айсель. Как тебе? Очень-очень вкусно. Там мне тоже именно запах очень нравится. У них просто бомба. Продолжаем снимать тиктоки. Что ты любишь, ковси к тебе, Бомдо? Или что ты покрепче? Давай мне вот ты. Я знала, что ты колу выберешь. И Каня. Я же хотела капи. Я маме что, капи? Ну не купила, но ничего. Капи так вкусно пахнет, но Айсель пахнет еще лучше сегодня. Прям сегодня, я думаю, перед бургерами поесть Айсель. В общем, первая распаковка. Чтобы вы увидели, что это. Как же это вкусно. Они такие большие. Да, реально, очень вкусные. И очень мягкие. Вот, такая вот красота. Вы видели когда-нибудь такой бургер? Здесь внутри, это, по-моему, грибы. Огромная котлета. И прям всегда у них все свежее. Всегда все на высшем уровне. Вообще отлично. Вообще, я думаю, что в этот раз они чуть меньше взяли бургер. Да, может быть. Ты меня на видео видела? Да, они большие были, да. Можно было даже по три взять каждый. Но ничего, у нас еще фри будет. Так что будет нормой. На этом режиме можно видео снять. Я не знала. А еще, прикинь, Айсель, в этой камере есть Wi-Fi и еще есть Bluetooth. То есть через Bluetooth можно перекинуть на компьютер. Но как это сделать, я до сих пор не знаю. Поэтому держи камеру, разбирайся, и потом расскажешь мне. Как это нужно сделать? Ну все, у нас здесь уже пир на весь мир. Айсель. Вообще готовы. Как пахнет. Просто нечто. И здесь у нас напитки. Мы приступаем к сенополу. Бесплатная реклама кока-колы. Да, и фанты, между прочим, тоже. И все, мой пупсик уходит. Но уходит недалеко. На два этажа вверх. Так что мы не расстраиваемся. Я ее провожу. Точнее, отвожу домой. Отвезу домой. На лифте. Так. Как тебе ароматы в моем лифте? Очень плохо. Как тебе ногти? Очень красивые. Все пшуки, когда приходят ко мне в гости. Какие у меня ароматы в лифте. Это я читаю. С противопоказом. Надо сюда заходить. Точно. Хочу пройдить. У нас будут очень культурные и уважающие себя люди. Да. Ну все, я проводила своего пупсика. И мне стало резко. Очень грустно. Хотя проводила недалеко. Но все равно. Время, которое мы провели вместе. Экономия электричества. Всегда делайте так. Потому что электричество это ваши деньги. А деньги это ваша работа. Я всегда, кстати, выключаю свет. Там, где свет не нужен. И меня всегда добивают люди, которые это не делают. Потому что электричество. Мамин, как ты после пранка? Понравилось тебе? В общем, сосельно снимали тиктоков. Но в этот раз как-то не очень продуктивно мы работали. Потому что не было готовых идей. В прошлый раз мы просто сохранили видео, которое мы хотим вместе заснять. И как мы встретились, мы сразу сняли где-то, наверное, 30 видео. А сегодня мы просто поболтали. Посидели, покушали фрукты. Сняли мук-банг. Просто часами разговаривали по душам. И время ушло настолько быстро, что прям я не успела оглянуться. Целый час учили один танец. Который зашел уже набрал 18 тысяч. Посмотрите, какую вкуснятину купила мама. Две упаковочки. Значит, будет мук-банг. Мам, еще мой бар не остался там в холодильнике? Да. Да, мамочка сказала, да. У нас здесь еще кола. И сель ушла, и я сижу в грущу. А я вот в таком вот прикиде. Как вы думаете, что я делала? Я снимала сериал. Мама горает надо мной. Но мне кажется, получилось интересно. Причем это видео набрало рекордное количество просмотров. Я выложила в инстаграм, в инстасторис. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Я спросила вас, хотите ли вы вторую серию. Все ответили, да. Поэтому я буду снимать. И я думаю, что же такого интересненького будет во второй серии. Там, ну, сюжет такой. Типа, мне кто-то говорит, что твоя бабушка это твоя копия. И там появляюсь опять же я в другом наряде. Типа, это бабушка. И я такая, типа, в шоке, что мы настолько похожи. И она, типа, умерла в 41-м году. Ну, в принципе, зачем я это все рассказываю неправильно? Тогда никто смотреть не будет. Короче, это шедевр. Я сам себе режиссер, монтажер, сценарист, постановщик. Вот. Так что... А, еще актер, актриса. Ни одного актера не задействована, кроме меня. Я сама все это делаю. Дело. Вообще, я в детстве мечтала стать режиссером и снять какой-то фильм. Да-да-да, мам. Почему ты меня не отправила на курсы режиссера? А? Там тебя не хватало. Мама говорит, там тебя не хватало. У меня талант. Ты не меня воню. Ну, короче. Мама считает, что профессия должна быть, самое главное, стабильной. Мама мечтала, чтобы я стала учительницей, а мой брат стал стоматологом. Вам получилось? Получилось? Конечно же, нет. Но самое главное, чтобы все счастливы. Самое главное, чтобы человек любил свою профессию и то, чем он занимается. Пребятики, мои пупсёныши, сегодня уже следующий день. Я уже встала, сняла для вас мукбанк, смонтировала его, приготовила другую. В общем, куча дел проделала. Сейчас мне нужно идти по делам, нужно в банк. У нас есть такая система, то есть ты, например, покупаешь в магазине что-то, и внизу чека есть fiscal ID, по которому ты можешь, например, НДС вернуть назад. Я не знаю, зачем это делается, но вроде как это очень даже выгодно. Если вы тоже это не делаете, то обязательно сделайте. В общем, мне нужна карточка для этих всех целей, чтобы было удобнее. Поэтому мы с мамочкой пойдём в банк. Вот, а ещё я хочу перекраситься, я хочу, чтобы все мои волосы были одного цвета. Этот розовый, я хотела сказать, рыжий пигмент меня уже задолбал. Я позвонила в пару салонов, и там мне что-то очень дорого сказали, поэтому я решила сама краситься, просто купить краску и покрасить. Я тогда этого делала, вроде нормально, то есть. Вот, что ещё вам хотела сказать. Я хочу купить себе браслет. Я даже выбрала, какой именно. Он мне безумно-безумно просто понравился. Вот фотография этого браслета. Мне кажется, очень мило смотрится. Тут такой значок Louis Vuitton. Хотя это реплика, но это золото, да, ну красиво всё-таки. Но проблема в том, что этот браслет всего-то навсего 17 сантиметров. Я померила свою ручечку, так скажем. У меня рука 16 с половиной. Получается, что браслет сядет впритык. Я сказала продавцу, он сказал, что нет, браслет должен сесть. Всё-таки ему виднее, поэтому я поеду и померю. Магазин этот находится далеко от моего дома, поэтому ехать мне до него до хрена сколько. Но ничего, этот браслет стоит того, поэтому я сегодня обязательно поеду и посмотрю. Я надеюсь, что вам слышно, потому что у меня балкон открыт. Погода потрясающая. Я смотрю русских блогеров. И я в шоке всех в куртках. Мы, ребят, вот в топиках ходим, в шортах. Ещё у нас жарко. Но не прям, знаете, вот прям жара, да, купаться в море, в морюшке. Ну, неплохо. Ну всё, я уже оделась. Вот эти брюки надела в стиле хаки, так скажем, или как правильно называется, точно не знаю. Ну, в общем, сейчас направляемся в банк. Мамочка тоже пойдёт со мной, но она потом заглянет в магазин, выберет мне краску для волос. Я тем временем пойду в банк. Там обычно бывают очереди, это жутко раздражает. Вот хорошо, что сделали в Асанкредмет, там можно онлайн взять очередь и не ждать, не ждать целый час. Вот, к сожалению, здесь такой возможности нету, поэтому приходится терять время именно в очередях. Мама последнее время начала наряжаться, когда выходит на улицу, потому что её тоже начинают узнавать, там соседи и все дела. Она же у нас звезда, уже в пранках. Ты скажешь, я как-то, я уже готова, пойдём? Я уже даже... Ну, не пойдём. Бабушка говорит, возьмите меня тоже с собой. У меня даже яблок. Мама говорит, не снимай. Сколько можно снимать в лифте? Блогеры выходят в свет. Особенно в Deadwood блогер есть. Пранкер, так скажу. Да, да. Звезда Ютуба. Издевайся. Мама говорит, не снимай, меня не снимай. Сделай так, чтобы я не попадала. Ну, как я могу сделать так, чтобы ты не попадала в кадр? Ты просто часть меня, понимаешь? Ты часть моей жизни, понимаешь? Моя личная жизнь, это ты. Понимаешь? Всё, я уже в банке. Жду своей очереди. Мы с мамой разделились. Мама пошла покупать мне краску, пилку и так далее. Я зашла в банк, чтобы потратить минимум времени. На улице жара, но в банке было такое ощущение, что настала зима. Причём российская. У них кондиционеры настолько сильно работают, что бедные эти работники. Я не знаю, я хотя жуткая мерзлячка, мне вечно холодно. Может быть, это только мне так кажется. Потому что, когда я работала в строительной компании, я помню, что включали эти кондиционеры на полную мощность. И я сидела мерзла. А рядом со мной человек, у него просто пот от него льётся. Вот, поэтому все индивидуальные, так скажем. Но мне вечно холодно. Я иду дальше по делам. Так, я уже дома. Я купила себе краску, палет. Сейчас, в общем, покажу вам. Три штуки взяла, чтобы по всей длине покрасить. И я специально взяла не с рыжим отливом, а с цветом, который уходит немножко в русый. Ну, прям очень тёмный. Вы, может, даже не заметите никаких изменений, так скажем. Я, в принципе, очень устала, на самом деле. Потому что нужно было ещё сходить бабушкину пенсию вытащить из карточки. Вытащить из карточки? Блин, нет. Снять с карточки бабушкину пенсию. Я когда так говорю, все надо мной угорают, мои подписчики. У нас просто дословно на азербайджанском языке переводится вытащить из карточки. Но на русском языке это должно звучать как снять с карточки. Да. Сейчас я буду переодеваться, обновлять макияж, делать красивую причесочку. И уже потихоньку в кадр будем кушать шаурму. Я соскучилась маминого приготовления шаурма. Это просто нечто. Я вам оставлю ссылочку. Ну, под мулпанком, конечно же. Кстати, ещё насчёт браслета. Я решила за ним не ехать. Просто потому, что мне скинули фотографию. На фотографии этот браслет был 17 сантиметров. Я взяла вот такой вот сантиметр, измерила свою ручечку. И получилось, что у меня рука тоже 17 сантиметров. Я подумала, это будет сидеть вот прям впритык, еле-еле. Я подумала, что, наверное, не стоит покупать. Я не знаю, на кого делаются такие браслеты. У меня всего рука 17 сантиметров. И обычно все браслеты мне большие. Вот я думала, что этот будет как раз. Но зачем терять время? Время просто ехать, мерить, отнимать время и у продавца, и у себя. Так как многие магазины, они закрыты. Поэтому, к сожалению, в магазин пойти и померить я не могу. Вот единственное, один магазин золота, он открыт, а большинство все закрыты. Я не понимаю логику, если честно. Вроде магазины одежда открыты, а магазины золотом закрыты. В принципе, там очень тесно они сидят друг с другом, все вот эти продавцы золота. Есть один мол, и там, можно сказать, на последнем этаже продается золото. И вот эти прилавки, они очень близко расположены друг с другом. И всегда там бывает дофига народа, как будто ты на свадьбе. Вот, может быть, из-за этого коронавирус и все дела. Но вот выбрать золото очень сложно на самом деле. Потому что хочешь, не хочешь, хочется пощупать, посмотреть, померить. Иногда бывает на фотографии моделька выглядит совершенно иначе. А вот на себе, например, тебе не нравится. Тут вовсю готовится картошка фри маминого производства. Короче, вот такие вот краски для волос мамочка взяла для меня. Каштановый. Вот три штуки. Я думаю, что должно хватить. У меня волосы длинные. Но мне кажется, в принципе, и две было бы достаточно. Мама взяла на всякий пожарный случай три. И еще купила вот такую вот пилку. Я всегда беру 100 на 183. Коди. В общем, я вам покажу весь процесс, как мне покрасили голову. Точнее, мамочка как покрасила. А здесь вовсю съемочки. Сейчас будет мук-панк. Я ужасно голодная. Посмотрите за кадром, какой бардак. Но самое главное, что в кадре порядок, вкуснотища. Еще здесь будет картошечка фри. Причесочку уже сделала. Но единственное, что меня смущает, вот этот как будто больше, чем этот. Как ты думаешь, мам? Да, они сильно отличаются. Да, стоит переделать? Да, да. В принципе, я в мук-панке вот так вот сижу. Мне кажется, не очень заметно будет. Хотя да. Я сейчас переделаю. Да, лучше уж нормально сделать. Это. Короче, ребяточки, я поела, обожралась. Провела прямой эфир. Я так вас люблю, мои пусечки. Вы такие все хорошие. Вы все такие милые. Ну, короче. В общем, сейчас нужно пойти и покрасить голову. Я думаю, что вы особо такой разницы не заметите. Ну, хотя бы вот этой рыжины дурацкой не будет. Мама сказала, что в магазине, когда она покупала три упаковки палеты, ей предложили, что за эту же стоимость можно купить профессиональную краску. И мама сказала, нет, мне, пожалуйста, палет. Никаких профессиональных красок. Алька сказала, палет, значит, палет. И все. Я говорю, мама, ну спросила бы, что за профессиональная краска. Возможно, бы она предложила что-то более стоящее, более щадящее. Что-то, ну да ладно, уже купила. Ничего, покрасим этой краской. Но на дальнейшее надо подумать, какой профессиональной краской можно покрасить волосы, чтобы добиться цвета, который я хочу. Например, я знаю, что Эстель. Меня однажды в салоне красили Эстель. Вот. Поэтому в следующий раз надо учесть эти все моменты. А махуяж у меня пока что держится. Вы сериал смотрите? Какой сериал? А, я думала, Бергата, там мой сер снимается. Ну, я переоделась в старое. Покрасишь меня? Я сейчас буду не а я хочу тебя обусы. Да. Покрасишь? А я хочу чуть-чуть обусы. Спасибо. Ты это, сердце мое. Да, дорогая? Кстати, я еще помыла свою обувь летнюю. И буду ее убирать в шкаф. Только надо ее хорошенько высушить. Потому что прошлые мои эти вьетнамки, или как правильно их назвать, в общем, влажные, положила в коробку. И в результате они покрылись плесенью. Еще у меня есть вот такая вот обувь. Она супер старая. Ну, просто я ее обожаю. Она очень удобная. Хотя здесь такая платформа. Просто, знаете, это нечто. Это просто не сравнится с этой обувью. Эта обувь, например, имеет меньший каблук, но он неудобный. А здесь это просто блаженство. И вот даже они вот здесь уже отдают копыта, так скажем. Да, но все равно ношу с удовольствием. Хорошо красть меня. Чтобы я была как звезда. Как будто я вышла из супер дорогого салона. Хорошо? Сразу стала звездой. С шелковистыми волосами. С обалденной перческой. Суткинешь, что ли, а? Мамочка мне покрасила голову. Очень аккуратненько. Такой вот черный цвет. Сейчас диван испачкаю. Я жду 30 минут. Потом пойду смывать и покажу вам результат. Хотя, мне кажется, на видео особо такого результата вы не увидите. Ну что, пупсики, теперь я что ни на есть такая брюнетка. Как я вам? В общем, я сейчас уже пойду монтировать этот влог. Надеюсь, что он получился интересным. Еще мне надо Мугапанк смонтировать, который я сняла сегодня. В общем, завтра будет много интересного материала. А еще мы с мамочкой планируем поехать в деревню. Не знаю, получится или нет. У меня парень категорически против, чтобы я ехала. Я не понимаю, к чему это вообще, почему. Но я просто хочу поснимать там видосы. Да и вообще немножко отдохнуть хочу. Мне надоело вот то, что я все лето сидела дома. Ну, в общем, я вас всех очень сильно люблю. Целую. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До свидания. До свидания.